Чужие в собственном дворе жители огромного комплекса по проспекту Шахтеров оказались заложниками ситуации. Вся придомовая территория принадлежит частнику, который на правах хозяина распоряжается землей. Как при этом чувствуют себя жители, почему проблема четвертый год не решается, выясняла Ирина Вовещевич. Вот так выглядит двор в новом многоэтажном комплексе, построенном по госпрограмме на проспекте Шахтеров 60. Здесь более полутысячи квартир, еще больше людей. Да вот беда, двора у них на придомовой территории нет. То есть он есть, но принадлежит частнику, а следовательно гулять и играть детям на нем нельзя. Об этом напоминают расставленные повсюду блоки. Живем в этом доме с 2013 года и как видите у нас до сих пор вообще никак не оборудован дом. Гулять негде детям. Посмотрите в каком состоянии площадка, можно так сказать площадка. Эта земля передана на собственность караганда бетон, но он не дает ничего делать. Так вышло, что уже выходя из своих подъездов, люди ступают на землю, принадлежащую компании, еще при строительстве, выкупившую ее. В центре двора под землей находится паркинг, а следовательно вся площадка это сплошная крыша, засыпанная шлаком и с отводами вентиляции. Не то, что на зеленую травку и деревья не могут рассчитывать люди, но и на элементарную площадку для детворы. Ту, что здесь установили, таковой-то и назвать трудно. Вот здесь даже проволоки лежат, сколько раз говорю, хоть отрежьте эти проволоки, ничего подобного не делается. Хозяин вообще ничего не делает, я не знаю. Детям играть негде играть. Здесь в основном молодежь живет и сам ничего не делает, и людям ничего не дает. Даже маленькую площадку отвезти для детей? Нет, нельзя. Разве так можно жить в такое время? Хозяин-барин, что хочет, то и делает, имеет право. А вот люди до сих пор не могут понять, почему из-за чьих-то недальнозорких решений о продаже дворовой территории в частную собственность они должны вот уже несколько лет добиваться права чувствовать себя свободно в собственном дворе. Припарковать машину у подъезда стало целой проблемой. Двор не сквозной. И что случись, спецтехника не разъедется. Год назад на отчетной встрече Акима, где он так красиво рассказывал про дворы, я задала вопрос. Решите вопрос с нашим выездом. Акима уже поменяли другу. Аким, никакой ситуации, ничего не изменилось. Мы, дети гуляют в саже, мы ходим на другую площадку, мы просим, чтобы нам сделали сквозной выезд. Будет пожар, будут жертвы, как в Шахане дом рухнет. Только тогда, наверное, будет народ собирать деньги, чтобы помогать жителям этого дома. Потому что от государства, от Акимата помощи никакой. Все приходят вот так вот, потопщица, а все хорошо. Они не видят хлам, они не видят шлак, они видят, что нашим детям негде играть, они не видят арматуру. Их все, все устраивает. Все тут делается, чтобы жильцы выкупали места на паркинге. Однако цена на это удовольствие в 2 миллиона 200 тысяч – непосильная для подавляющей части населения. Зимой люди хотят поставить, хотя бы на морозы были, чтобы загнать машины. Нет. Если хотите, говорят, на месяц берите, а так на двое суток, на трое суток не пускают. Что такое? У него деньги под ногами валяют, он не хочет нагнуться, взять эти деньги. 300 с чем-то здесь мест, и все пустует. От такой настойчивости не выигрыша и собственник парковки, которая уже нуждается в капитальном ремонте. В период таяния и в дождь вода, как с душа, топит подземную автостоянку. Что думают по этому поводу в компании «Караганда-Бетон» пока выяснить не удалось из-за отсутствия руководителя в городе. В отделе строительства города пояснили, что ситуация действительно сложная в связи с наличием права собственности на участок земли сторонней компании. Из-за этого ввести тут благоустройство за счет бюджетных вливаний будет трактоваться как нецелевое использование денег. Предложили людям организовать детскую площадку за паркингом и за пределами видимости из окон дома, что еще больше возмутило жителей. В настоящее время за управление этим проблемным жилым комплексом по инициативе самих жителей взялась компания «Жилсоцсервис». По мнению Нуртая Шляева, вопрос нужно и можно решить без взаимных претензий и упреков, сев за стол переговоров. Огромная территория, которая должна была, по идее, использоваться как под детскую площадку, под парковку, какие-то другие нужды жильцов, она была отдана. Кем отдана, неизвестно. И, в общем-то, есть правоприемники, есть люди, которые… Это же не какой-то конкретный человек отдал. Это отдал, допустим, Акимат города, управление строительства города Хараганды. На сегодняшний день понимание есть с их стороны. Они согласны с тем, что надо сесть за стол переговоров. Есть и жильцы достаточно капризные, которые говорят, это моя земля, никого не пущу, ничего строить не дам. Надо договариваться. На сегодняшний день жильцы дома выбрали нас, органов управления, и мы уже это дело, конечно, доведем до конца. В одном я уверен, надо договариваться. Потому что договориться всегда можно. Было бы кому, было бы с кем. Но арбитром, конечно, в этой ситуации должен выступать Акимат города Хараганды. Ирина Вобещевич, Рустам Бараев, Женейдар Рахимжанов, Владимир Иванюк, 5 канал.